Сегодня в крае на учете наркодиспансеров состоит около 50 тысяч человек. Реальная цифра наркозамисимых гораздо выше, так как за помощью обращаются единицы. Для того, чтобы остановить распространение наркомании, ужесточаются законы, проводятся профилактические операции. Но все эти меры не принесут результата безактивной гражданской позиции самих жителей, которые знают, кто и где распространяет психотропные вещества, но не сообщают об этом в полицию. С молчаливого согласия наркомания так и будет распространяться в обществе, уничтожая молодое поколение будущей страны. За 11 месяцев текущего года сотрудниками полиции в нашем районе было выявлено 100 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Изъято около полутора килограммов наркосодержащих веществ. Выявлено 17 связанных с незаконным сбытом наркотических средств, 2 преступления с культивированием наркотиков, содержащих растения и конопли, и 81 преступления, связанных с незаконным хранением наркотиков. Также данные преступления в последующем направлены в суд, по которым вынесли судебное решение. Перед судом, скорее всего, предстанет и вот этот житель Славянска-на-Кубани, который был задержан сотрудниками полиции. Вчера шел с работой, маленько выпившили, там держали сотрудники милиции, в кармане была трава, которую я нашел на речке. Курю из 90-х годов, курю дома, не в общественных местах, просто шел, вошел, положил в карман, задержали, трава не наркотик. Что, тяжелый наркотик, я не калююсь, просто курю. Все. Да нет, не все. Теперь за употребление и хранение наркотиков придется ответить перед законом и, возможно, отправиться за решетку от 3 до 10 лет. Как рассказали в отделе наркоконтроля, распространение наркотических средств сейчас происходит в основном двумя способами. Это через интернет, такие сайты после обнаружения закрывают, и из рук в руки или путем закладок. Поэтому важно, чтобы жители обращали внимание на подозрительных людей и сразу же сообщали об этом в полицию. Не так себя ведут в обществе, либо ходят по улицам, высматривают что-то, либо фотографируют какие-то непонятные участки, которые, допустим, закладка производит, ее обязательно фотографируют, чтобы в дальнейшем находили. То есть этого человека можно сразу видеть, который фотографирует клумбу какую-нибудь, либо столб. Просьба такая, чтобы обязательно при обнаружении таковых сообщали в отдел наркоконтроля по Славянскому району, также в дежурную часть, чтобы сотрудники оперативно отреагировали, выехали на то место и с поличным задержали данного человека. Телефоны доверия полиции 2-10-72-02. Работает круглосуточно. 4-29-90. Отдел МВД по Славянскому району. 4-25-80. Антинаркотическая комиссия. По вашему звонку будет проведена проверка. Анонимность гарантируется. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа События.